Вот мы с Галиной Девеличко когда писали обращение в Генеральную прокуратуру. Мы перечислили там все уголовные, административные статьи, которые нарушены. Причем и законодательство российской литерации, водное законодательство, природоохранное законодательство. То есть целый перечень статей. Мы в ответ получили, что нас благодарят за активную жизненную позицию. Хотя теоретически мы выполнили их работу. И кроме благодарности, что проверки будут проведены, вот после этого, помните, приезжали в Генеральную прокуратуру? Да, как раз тогда, да. Вот они приезжали на наше это письмо. Ну и что? Они делали, ай-яй-яй, какой ужас, мы в шоке. И опять, куда все делалось? Да, мы тоже получили ответ, что это все запрещено, что здесь любые земные работы запрещены, что это памятник природы. И как раз вот это же тоже, это же проверка, и нам тоже пришел этот же ответ, потому что мы писали такой же запрос. Хотя теоретически мы после этого, вот, пожалуйста, вам всем звание, вам всем звание, премия, вот эти все ребята отправляются. То есть они, получается, не применили никакие меры прокуратуры реагировали? Ну они сейчас едут уже с серьезным намерением, просто здесь еще системный подход, информация должна дойти, связи между ведомствами, они же ведомства по своему вертикали. А как бы мы содействуем государству... Да, как бы у нас в нововеке не происходит, к сожалению. Ну и все, действительно. Мне ведь один позвонил, оставайтесь на линии, тебе рассказывают, чтобы ты не волновался, а в это время баскулистые люди приходят и все делают правильно. У меня вот вопрос такой правового характера, федеральные законы здесь должны соблюдаться, как мы думаем, да? Федеральные законы должны соблюдаться везде, и здесь, конечно, тоже, потому что еще существует и статус особо охраняемой природной территории, а сейчас мы находимся в самом центре природоохранной территории, в заповедной зоне, здесь вообще ничего не должно происходить. Федеральный закон прям предписывает это все очень четко, но начиная с 2018 года, вот с проекта реабилитации прудов, мы сталкиваемся с тем, что мы вот раз говорим, что вот, посмотрите, вот же этот федеральный закон, ну прочтите. А нам говорят, ну все не так однозначно, а давайте посмотрим с другой стороны. Федеральный водный кодекс говорит, что это водоохранная зона, зона общего доступа, питьевая природная вода, ручьи, от каждого ручья по 50 метров идет водоохранная зона, просто стекающих болот, это водоохранная зона, водоносный слой входит в водоохранную зону, вот который здесь внутри залегает. И, собственно, почему мы боимся бурения, потому что может он исчезнуть, а это национальное богатство. Ну и вокруг каждого родника 50 метров, а эти трактора, они меньше, чем в 50 метрах от родника стоят. Да, плюс еще зона отчуждения канала имени Москвы 20 метров, и там просто вплотную к берегу, сейчас идет строительно-монтажная работа, и вопреки предписанию канала имени Москвы от 11 августа, поэтому мы вызываем полицию. Надеемся, что наконец справедливость восторжествует, законность восторжествует, закон будет соблюдаться, и природу прекратят уничтожать. Иначе зачем здесь? Да. Ну так. Да, потому что здесь очень красиво, конечно. Это уникальное место. Может быть, даже заброшенность – это плюс. Мне кажется, что это не заброшенность, это первозданность. Вот еще, даже я хочу сказать, что абсолютно не будучи там ни экологом, ни... Что еще бывает? Почвовед, геолог. Да, я обыкновенная городская жительница. Но вот когда я столкнулась первый раз с этой историей, я начала интересоваться. Я небольшой поклонник советской власти, но тем не менее в советское время вокруг города Москвы был создан так называемый «Зеленый круг». Он... «Зеленое кольцо Москвы». Помимо того, всего прочего, что да, это... Плюс еще парки в Москве. Нет, я хочу сказать именно о «Зеленом поясе Москвы». Он был создан для того, чтобы в городе... Тогда он еще не был мегаполисом, но все равно это был промышленный центр с большим количеством жителей, с большим количеством производств. Для того, чтобы в городе можно было жить, был создан этот пояс. Он защищал наш город, создавал в нем благоприятный для проживания климат. Не было ни особо сильных морозов, ни засушливых лет. Ну, были, но очень редко, да, вот на моей памяти до 10-го года. Засушливое лето было только в 1972 году, когда горели торфянники и прочее-прочее. Вот с приходом к власти в нашем городе нового мэра этот «Зеленый пояс» систематически разрушается. Наверное, многие замечали, что мы идем по улице, и у нас под ногами маленькие смерчики. Такого быть в городе нашем не должно. Мы не живем в Средней Азии, где это повсеместно. Это происходит из-за того, что систематически вырубается «Зеленый пояс Москвы». А мы живем с вами на северо-западе. Это розы ветров, к нам ходят ветра, и северо-запад фильтрует их. И то, какой воздух, какие ветры мы впускаем, таким ветром дышит весь город. Так вот, с нашей стороны эти вырубки, они наиболее масштабные, наиболее трагичные. Вот, по несчастью, теперь мы не можем защитить весь город и себя, потому что, ну, больше всего и на Ильинском шоссе сейчас вырубается огромное количество леса, и на Волоколамском шоссе. Вот, и как это, ну, высоким штилем, наверное, да, но наш парк остался как бы последним щитом. И сейчас и он уничтожается, потому что то, что происходит, наш парк не скоро от этого оправится. Тем более, что удар он принимает очень быстро. Первым ударом был проект реабилитации прудов 2018-2018 годов, который сильный урон нанес нашему парку. И наша рабочая группа при дирекции, тогда, ну, мы очень многое старались сделать для того, чтобы этот урон был минимальным. Удалось нам только добиться, да, не допущения этого понтонного бассейна, вот, в четвертом пруду. И тогда нам удалось вот кинотеатр не возникнуть. Вот, и прошло всего-навсего два с половиной года, и эти работы возобновились в более ужасающем масштабе. И деньги совершенно другие, в разы превышающие. И поэтому, конечно, горские активистов, ну, трудно противостоять вот такой махине. Екатерина, у меня был вопрос про то, можно ли получить статус музея-заповедника, как Коломенское, это федеральный статус, то есть... Можно, но для этого нужно, чтобы к нам подключился департамент культурного наследия. Мы писали туда, пока департамент не заинтересован. Я, честно, не такого уровня депутат, чтобы знать, почему это происходит. Вот, ну, как мы знаем, к сожалению, Коломенское... На мой взгляд, то, что произошло с парком Коломенское, стало сильно хуже, чем пока у него не было этого статуса. Поэтому у нас даже, потому что у нас этого статуса нету, и к лучшему. Но тогда здесь нужно придерживаться выполнения все-таки российских законов, более буквально, да? Мне кажется, что российское законодательство, но его нужно соблюдать везде, на территории всей Российской Федерации. Ну, а в таком месте, как здесь, когда речь идёт ещё и об экологическом состоянии, ну, чем мы с вами дышать будем через какое-то время? Мне интересно, чем будут дышать те же люди, которые сейчас подписывают вот эти совершенно неприемлемые, на мой взгляд, проекты. Ну, и к тому же не проводился тендер ландшафтных дизайнеров, потому что к ним очень-очень строгие требования, реестры. Поэтому, наверное, он и не проводился. А он необходим, скорее всего? Я думаю, что да. Я не могу сказать прямо точно, но поймите, я же не специалист абсолютно. Ну, эта информация у нас как бы систематизирована, вышлем для ознакомления. Действительно, ландшафтный дизайн – это очень высокая квалификация. Работа на сломах – очень высокая квалификация. И здесь нельзя без проектов и без согласований действовать. Ну, помимо того, что дизайн квалификации, тоже должны быть люди, соответственно, аккредитованы для работы именно в особо охраняемой территории, которые должны иметь на это право. Которые не то, что капитальным ремонтом занимаются, которые должны иметь право на работу в особо охраняемой территории. Чтобы в голове не укладывается. И потом, опять же, это мнение моей жительницы, которая приходит за водой. Но вот я смотрю, никогда до этого проекта не лилась вода, как из крана. Вот там, если мы пройдем к тому источнику, никогда не было там, что вода стояла вровень с решеткой. Там просто вот этот бассейник, он полностью… Маленькие роднички очень сильно стали течь после того, как повредили склоны вот этими сварами. Я предлагаю, что нарушен, на мой взгляд, не говоря уже о том, что мне кажется, есть такая, да, вот эта довольно-таки пошловатое поговорка, что вода дырочку найдет. Но вот в данной ситуации я просто боюсь, как бы этот склон просто не смыло. Да, есть очень большая угроза. И здесь необходимо изыскание, как настаивает канал имени Москвы. Конечно. Научные, серьезные государственные. Можно в таком… Вы знаете, когда вот только у вас возникла эта история с вероятностью ковтажа, я обратилась за помощью к своему хорошему знакомому Юрию Медовару за консультацией. Он сказал, он был… он не гидролог, поэтому консультации дать он не мог. Он… вернее, я неправильно сказала, он инженер-гидролог, но именно вот не такой. Он по строительству на территориях рядом с водными объектами. Но когда он услышал о каптаже, он прям смеялся, как будто мы принимаем участие в самодеятельной постановке. Так, ха-ха. И был потрясен, что каптаж здесь ни в коей мере не нужен. И когда мы искали вот человека, который мог бы нас проконсультировать, все, кому я обращалась, начинал говорить, каптаж, говорили люди, это бред. Что вы стали ребятами? Нельзя тут как-то. Очень смешно. Проходите на меня. Да. Да.